Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале! Наконец-то, спустя три месяца долгого ожидания, разработчики выложили новое обновление. И это новый набор мебели с домиком под названием «Местный магазин». Нам дали большую локацию с двумя домами и добавили очень много новых предметов для того, чтобы устраивать свой магазинчик и кафе. Сначала я думала, что будет такая локация, улица с магазинами, но я думаю, что набор мебели для того, чтобы строить свои магазины, намного лучше. И в этом видео я, конечно, хочу сделать обзор на это обновление и детально вам показать, что новенького добавили. Это видео будет полезно для тех, кто думает, покупает новый набор или нет. Ну или для тех, кто думает, стоит переустанавливать взлом или нет. Ну что ж, заваривайте чаек, приготовьте вкусняшки, а мы пойдем смотреть новое обновление. Ну что ж, сначала давайте построим наш новый домик и посмотрим, как он выглядит. Качество, конечно, оставляет желать лучшего на андроидах, но все-таки мы можем разглядеть это здание. Тут видны витрины двух магазинов и вот такая улица. Ну давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Вау, сразу можно увидеть большую улицу, которая была в трейлере. Здесь можно разместить какое-нибудь уличное кафе. Впереди мы видим город, а по бокам вот такие витрины магазинов. В левой стороне находятся две огромные комнаты. И в правой стороне тоже две комнаты, но в последней есть вот такая вот еще комнатка. Маленькая с дверцами, ну возможно это общественный туалет или склад. Вот такой очень классный домик, а теперь давайте посмотрим предметы, которые нам добавили. Ну и сначала, конечно, посмотрим обои. Добавили целых шесть обоин. Кстати, появился новый бак, перед тем, как вытащить обои, появляется какая-то линия, вы можете увидеть это на видео. И также добавили новых шесть покрытий для пола, я быстренько вам их показала. Новых кроватей, как можете заметить, в этом наборе нет. Так что перейдем в раздел с тумбочками. Две тумбочки нам добавили, первая закрытая, а вторая на ножке. Очень много новых предметов у нас в разделе картин. Первые это флаги, и как я поняла, они с эмблемой разных магазин. Желтый флаг магазин одежды, коричневый кафе, ну а голубой магазин игрушек. Но я думаю, их все равно можно использовать по-разному. Также нам добавили аж четыре стенда для объявлений, два на ножках и два встроенных в стену. Ну и для них, конечно, добавили целых восемь плакатов, которые можно вставлять. Плакаты с эмблемами магазинов, также тут есть плакаты с рецептами. Еще один черный плакат с меню и плакат с коктейлями. Вывеска open, то есть открыто. Ее можно повесить, а если нажать, то получится другая надпись, где написано закрыто. Также добавили очень красивые картинки и наклейки, которые обычно есть в торговых центрах или кафе. Переходим в раздел с полками. И первое, что я тут вижу, очень странный крючок на веровочке. Может это баг такой, но я без понятия, зачем разработчики это добавили. Вот такие три красивые полочки со стеклами разного размера. Интересная вешалка со стеклом. Я даже не знаю, как это называть, тут просто два крючка, но выглядит интересно. О, ну неужели нам добавили отдельные вешалки? Просто посмотрите. Просто самое лучшее, что есть в этом наборе. Еще одна большая полка с вешалками черного цвета. И еще две такие же встроенные полки, но уже без вешалок. Ну и еще одна маленькая полочка. Ну и, конечно, добавили все эти полочки еще раз, но только уже в другом цвете. Вообще тут очень много полок на самом деле. В шкафах, мне кажется, будет самое интересное. Первое, это витрина со столиком. Почему это добавили в раздел со шкафами, я не знаю. Есть еще одна витрина, она побольше и уже без столика. И еще одна вешалка, и она довольно маленькая. И, представляете, разработчики нам добавили машину. Точнее, это фургон, чтобы продавать товар, но, блин, это все-таки машина, разработчики ее добавили. Очень надеюсь, что скоро разработчики начнут добавлять на локации разный транспорт. Два столика для того, чтобы продавать товар. Стеллаж с тремя полками. Примерочно с зеркалом, вау, разработчики, вы меня удивляете. Очень красивая, мне прямо нравится. Она еще так классно закрывается. Еще одни стеллажи для товара. Да, их прям очень много. Ну и, конечно, есть такие же стеллажи, но уже в белом цвете. Ну и последний в этом разделе стеклянный стеллаж. Тоже выглядит довольно интересно. Ну а в коврике нам добавили три коврика, и, конечно же, они все с эмблемами магазин. Переходим в раздел ванной комнаты. Вот здесь нам ничего не добавили, но зато в туалетах у нас есть уличный туалет. Он зеленый, в кабинке, ну, довольно прикольный. В раковинах ничего нет, в зеркалах и уходовых средствах тоже. А в последнее дело нам добавили целых две мусорки. Первая мусорка уличная, вторая это мусорная корзина. Пылесос, причем очень интересный, с новым дизайном. Такого в Токе еще не было. В руки его, конечно, можно брать. И, конечно, добавили вот такой наборчик для уборщика. Тут также есть мусорка, и посмотрите, какая длинная туалетная бумага. Переходим к кухне. В холодильниках нам, конечно же, ничего не добавили. В раковину нам добавили одну раковину с посудомоечной машиной. Но я думаю, она только для уборщиков, чтобы им мыть посуду. И еще микроволновка. Кстати, она довольно красивая. В приборы нам добавили очередную кофемашину. Она, как я поняла, делает капучино, латы и кофе. Появился небольшой поднос. И также появилась зеленая посуда. Подставка, кружка и две тарелки. А еще есть вот такая крышечка, чтобы накрывать еду. Например, на тарелке или подставке. В раздел с едой нам добавили порошок и молоко для кофе, как я поняла. Появились тарталетки. Одна пустая и две с начинкой. Зеленый виноград, какая-то вкусняшка. И еще крем. А вот это рецепты новой еды. Они были нарисованы даже на плакатах. Ну и, конечно, в раздел с едой нам добавили разные напитки. И вот вам небольшой лайфхак. Если их выпить, то получатся красивые стеклянные стаканчики. Переходим к столам. Сюда нам добавили три барные стойки. Синяя, зеленая и белая. Еще добавили довольно необычные столы. Я думаю, их будет интересно использовать в каких-нибудь обустройствах. Новый подарочный стол. У него всего три упаковки. И, конечно, они в цвета магазина. Желтый, голубой и зеленый. Последнее это столик на колесиках. Я почему-то думала, что он открывается, но нет. Стульев нам добавили три. Но, если честно, они мне не особо нравятся. Потому что даже не сочетаются со столами. Переходим в последний раздел с гостиной. В диваны нам добавили всего лишь одну некрасивую скамейку. Разработчики почему? Я бы хотела видеть какие-нибудь красивые диваны или кресла. А вот в освещении у нас много интересненького. Очень красивые вывески нам добавили. Правда, почему-то они все с мишкой. Еще есть такие три неоновые вывески. Значок Wi-Fi. Кстати, очень классно, что его добавили. Еще две желтые вывески. А у второй даже есть анимация. Я была в шоке, когда это заметила. Лампы нам добавили две. Это первая. А это вторая. Но имейте в виду, что на нее очень сложно нажать, чтобы включить свет. И последнее. Это очень-очень красивая уличная лампа. Эх, растений в этом наборе, к сожалению, не так уж и много. Всего лишь две. Какое-то зеленое растение и дерево. Они тоже, видимо, для улицы. Посмотрим коробки, где у нас можно заметить очень красивые пакетики. Тоже под стиль разных магазинов. И еще вот такой маленький пакетик. Корзинки. Белого, голубого и желтого цветов. Еще есть две вот такие корзинки, например, для распродаж, каких-нибудь скидок. Еще вот такая коробка тоже для каких-нибудь вещей. Смотрим раздел для игрушек. Мы самые любимые. Посмотрите, какие красивые манекены сюда добавили. Один детский, а другой взрослый. Очень много разных вывесок добавили. Скорее всего, их тоже можно куда-нибудь повешать. Вот еще какие-то маленькие объявления. Также есть знаки, которые говорят о том, что в магазине какие-то скидки, распродажи или новинки. Очень интересный стенд еще для очков добавили. Конечно же, теперь у нас есть меню и звоночек для официанта. Последнее, что сюда добавили, это карточку. Ну и последний раздел у нас это раздел техники. Во-первых, сюда, конечно же, добавили вот такой банкомат, который выдает деньги. Компьютер, повернутый экраном к стене. Конечно же, касса. Еще одна касса для оплаты картой. Ну и сканер. Добавили пищалки для наших магазинов, представляете? Но почему-то, когда я пыталась поставить туда персонажа, они не пищали. Вопрос почему, неизвестно. У нас уже была камера наблюдений, но нам добавили еще одну, более современную. И последнее, что есть в этом наборе, это динамики с музыкой. Давайте же ее послушаем. Что ж, ребятки, вот такое видео у меня получилось. Вот такое обновление нам приготовили разработчики. Пишите в комментариях, как оно вам понравилось, не понравилось, как вам вообще новые предметы. А от меня обязательно ждите обустройства с этим набором. Мне очень даже понравилось, и теперь у нас есть намного больше возможностей создавать магазины в Креаторе, и это очень круто. Но покупать или нет, решать уже вам. Если вы хотите обустраивать кафешки или магазины, то, я думаю, стоит купить, ведь здесь очень много для этого предметов. Кстати, есть у меня еще один такой вопросик к разработчикам, ведь в трейлере я заметила полочку, которая висит. А в итоге нам ее не добавили. Это очень странно, хотя, может, просто я не заметила. Ну, а на этом все. Оценивайте это обновление в комментариях. Большое спасибо, что ты досмотрел это видео до конца. Не забывай смотреть также мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Ну, а на этом все. Всех очень сильно люблю, и всем пока-пока!